Ну чё, снимай. Я ж тебя вытаскивал, не откручивая подушки. Ну и хрен с тобой, откручу подушку. Всем привет, компания ВАИМЗАП, меня зовут Михаил. У нас сегодня приехал автомобиль Крета. В ней пробег 64 тысячи. На предыдущем ТО мы посмотрели индоскопом задиры на этой машине. Они есть, но они ещё незначительные. И выкрутили лямбда-зонд верхний, чтобы посмотреть сверху катализатор. И как оказалось, вот на 64 тысяч с нашим топливом начинается разваливаться катализатор. И хозяин принял решение, будем удалять его. Будем удалять катализатор, варивать туда пламя-гаситель. И естественно её будем шить, чтобы ошибок не было у нас полябда. Для этого нам надо снять, у нас двигатель ЭНА, двухлитровый. Для этого надо нам снять выпускной коллектор, потому что здесь ЭНАшный мотор. И здесь стоит верхний катализатор в коллекторе. Не как в КД-шном моторе снизу. Отсоединять надо одна лямбда. Вторую лямбду отсоединяем. Снимаем термоэкран. Откручиваем коллектор от ГБЦ. И снизу, естественно, от приёмной трубы. Ну что, снимаем. Отсоединили лямбды. Одно радует. На машине маленький пробег. Всё откручивается. Ещё пока ничего не загнило. Вот он, сам коллектор. Одна лямбда, вторая лямбда. Вот. Его надо открутить от головки. Но вам не будет видно гаечки под головочку на 12. И вот она, приёмная труба. Поднимем, посмотрим её внизу. Смотрите. И вот у нас есть ещё второй. Его тоже надо удалять. Его открутим от гофры. Но, как вы видите, он у нас цельный. Мы будем аккуратно его выбивать, чтобы лишний раз не резать трубу. И не варить её. А стоит он у нас, вон, вон, там, вон, Виталия. Смотри. Сейчас открутим снизу. И снимем защиту для начала. Нам надо открутить всё. Вот он, есть кронштейн, который держит у нас снизу коллектор. Вот он. Если вам видно его, он прикручивается к блоку и к самому коллектору. Нам надо от коллектора открутить его. Теперь надо нам открутить приёмную трубу. 19. Как вы видите, вот мы открутили и второй. А что, мы сейчас сразу сделаем процедуру снизу. А будем откручивать теперь этот. Да, до этого ещё не дошло. То, что видите, только тот начал. До этого ещё не дошло. Сейчас сниму его с резинок. Как мы видим, вот 64 тысяч пробега. До этого ещё не дошло. Но, смотрите, вот нижняя часть его. Вот вверх, вот вниз. На нижней части, если вам видно на камеру, там есть... Сейчас, что-то. Тебе видно его? Нет. Вот, смотри, снизу просто верхний начал разрушаться. Мы вам покажем. А до второго катализатора ещё, ну, не пришло его время. Но, как всё равно видно, вон снизу уже есть его разрушение. Сейчас мы его будем выбивать. Этот мы просто пробиваем. Сюда мы ничего варивать не будем. Варивать мы будем в первую часть, чтобы консервная банка не было. Теперь его надо ломать на мелкие кусочки, чтобы он через это отверстие вылез весь. Русским языком раздробить. Надо вытащить всё, изоляция, которая от катализатора и между железом стоит. Если вы не вытащите, она забьёт вам трубу. Всё, со вторым у нас всё покончено. Всё вытрусили с него. Внутри у нас пусто. Ничего на стенках не осталось, что может вылететь и забить трубу. Всё, этот ложим пока в сторону. Ну, его остаётся только поставить. Теперь переходим к выхлопному коллектору. Будьте внимательны. Самое главное, не слезать грани гаек. Если вы слежите грани гаек, вам не повезло, человек. Будете долго играться, чтобы их там или зубилом открутить, или перерубить их. Так что срывайте, если что, вручную. А дальше можете, как, например, я буду дальше угловым его откручивать. На предыдущих моторах гаечки под ключ на 14. На иначных уже по 12. На 14 не так было страшно, если бы они облизываются. Облизываются. На 12 чаще облизываются. Вот он коллектор. Теперь его надо аккуратно вытащить. Я же тебя вытаскивал, не откручивая подушки. Сука, подушку надо откручивать. Ну и хрен с тобой, откручиваю подушку. Откручиваем одну подушку, точнее, кронштейн с неё. Чтобы двигатель нам банально чуть-чуть вперёд подать. Прокладка упала. Вот как видите, нам чуть-чуть лямбда впирается. Если лямбду вы выкрутите, вы вытащите его без проблем. Но нам лямбду уже откручивать не надо, потому что мы уже посмотрели его. Открутили защиту. Теперь берём маркер и метим. Потому что мы его сейчас будем отрезать. Поверьте, видно не будет. Вот стоит защита. Вот она, защита стоит. А шов вот он. Шов будет вот тут идти. Не, на это никто уже сейчас не смотрит. Сейчас СОО уже не суют трубу. Так, ну что, теперь мы берём очки, болгарку. И вот так, нижняя часть ближе к коллектору. Вот здесь, вот оно. Вот. Пошло разрушение. Как видно было и по камере его. Но опять повторяемся, он только начал. Просто вы можете, на камеру вам не видно будет его. Что он целый, он визуально ровный, всё. Но если сравнивать вот две половинки, вот. Здесь соты светлые, а здесь вот они тёмные. Так, всё это вытрухиваем теперь. Думал, получится, но не получилось. Константин, помогите мне. Всё зачистили. Вот и наш новый пламик. 100 на 110. Вот он чётко сюда становится. Сейчас мы его обварим по кругу. Ну и потом, естественно, приварим вторую часть коллектора. Заварили мы коллектор. Сейчас мы это всё чуть-чуть почистим. И собираем всё обратно. Вот он, наш пламик. Вот и всё. Теперь сейчас собираем его обратно в термоэкран. И ставим обратно его. У нас между коллектором выпускным и ГБЦ прокладка идёт железная. Её необязательно менять. Но если есть возможность, то заменить её на новую. Но она стечь не будет. Защиту ставим. Защиту. По механической части мы сделали всё. Мы вырезали, сварили, всё обратно собрали. Сейчас остаётся только прошить её. Что и делается на данном этапе. Но мы, чтобы не терять время, мы сейчас заменим свечи на этой машине. Потому что, как мы спросили владельца, он говорит, я ещё ни разу не менял свечи. Так что сейчас мы будем выкручивать свечи и менять их, ставить на новые оригинальные. Что, приступим. Для этого нам надо открутить четыре катушки. Вот, смотрите, что стояли иридиевые. Что будем ставить иридиевые свечи. Новые, старые. Все идентичны. Берём новые свечи. Вкручиваем обратно их. И самое главное, не бросайте свечи в колодцы. Опускайте их до самого длина. Потому что, если вы бросите, может зазор стать неправильным со свечки. Потому что он ударится. Ну что, всё, доделали мы полностью машину. Прошили, выбили, заварили. Как говорится, сейчас будем заводить и слушать. Как работал, так и работает. Получается, громче не стало работать, потому что вместо катализатора варен шпламик. Он будет по звуку выхлопа именно так работать. Не будет коксерной банки у вас. Просто будет чуть-чуть теперь запах с выхлопа. Но это не так критично, как, например, запороть мотор. Так что, как-то так. Ставьте лайки, подписывайтесь, снимайте наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok